Добрый день, уважаемые слушатели Школы Юного Историка. У нас сегодня занятие из цикла «Киевская Русь. Хозяйство и быт». Первый вопрос земледелия и скотоводства. Основным занятием восточных славян и подавляющего большинства других народов, которые входили в состав Киевской Руси, было земледелие. Почему подавляющего большинства? Потому что в Киевской Руси, на ее южных границах, вы знаете, селились племена, которые принято называть черные клобуки, торки, ногаи, бериндеи, которые были когда-то кочевыми народами, приняты были на службу русскими князьями. У них могли сохраниться остатки вот этого кочевого быта. Но большинство населения подавляющее, славянское, финно-угорское, балдское, знало земледелие. Это подтверждается археологическими раскопками, на которых были обнаружены семена злаков, таких как рожь и очмени проса. Удивительно, но в Киевской Руси практически не знали овса. И немного была распространена пшеница. Она более появляется южнее, на территории современной Украины. А вот на территории Белоруссии, на территории центрального региона современной России она встречается достаточно редко. Огородные культуры – репа, капуста, морковь, свекла, редька. Выращивали технические культуры – лен, конопля. Южные земли славян обычно обгоняли в своем развитии северные, что объяснялось различиями в природно-климатических условиях. У славянских племен существовало две основные системы земледелия. На севере, в районе густых лесов, почти что тайги. Кстати, следует заметить, что граница тайги, она в то время, тысячу лет назад, проходила гораздо южнее, чем современная. Здесь основная система была подсечно-огневая. Первый год при подсечно-огневой системе на осваиваемом участке деревья подрубали, и они высыхали, хотя могли сразу срубить. Все зависело от возможности наличия мужской рабочей силы. Обратите внимание, как серьезно при подсечно-огневом земледелии вырастает значимость мужчины, физической силы, необходимого тяжелого физического труда для прокорма семьи. Да и общины в целом. На следующий год срубленные деревья, пни сжигали и в залу сеяли зерно. Удобренный залой участок два-три года давал довольно высокий урожай. Потом земля истощалась, и приходилось осваивать уже новый участок. Основные орудия труда в лесной полосе, соответственно, это топор, барана-суковатка, вы уже знаете, что это такое, мотыга, заступ. Убирали урожай при помощи серпов и размалывали жерновами у славян. Ну вот у балтов, допустим, на территории нашей страны, республики Беларусь, встречаются каменные зернотерки. В южных районах ведущей системой земледелия, скажем, на территории современной Украины, был перелог. При наличии большого количества плодородных земель участки засевали и в течение нескольких лет использовали. А после истощения почвы переходили на новые участки, перекладывали на новые участки. Отсюда такая система переложного земледелия. С земледелием было тесно связано скотоводство. Славяне разводили свиней, коров, овец, коз. В качестве рабочего скота в южных районах использовали валов, в лесной полосе лошадей. Интересные сведения арабских путешественников о животноводстве в Древней Руси. Цитирую. «Особое внимание следует обратить на свиноводство. Они разводят свиней и имеют стада свиней так же, как мы имеем стада баранов», пишет арабский путешественник X века. «Важное место в хозяйстве восточных славян играло охота, рыболовство и бортничество, сбор мёда диких пчёл. Мёд, воск, меха – основные предметы внешней торговли. Мёд получали при помощи бортничества. Это был не просто сбор мёда диких пчёл, но и уход за дуплами, бортями, естественное дупло в дереве и даже их создание, чтобы пчёлы там поселились и отложили мёд. Борт, кстати, удивительный, но борть – это ценная вещь, её можно было украсть. Во всяком случае, древнерусские законы, русская правда устанавливает до 12 гривен наказания за похищение бортий, как штраф. Второй вопрос – древнерусская деревня. Судить о сельских поселениях Древней Руси мы можем по археологическим данным. В 9-х-10-х веках даже плотность деревень на огромных пространствах Киевской Руси была крайне невысока. Располагавшиеся между лесными массивами по берегам рек поселения группировались, ну, как бы в своеобразные гнёзда по несколько посёлков, там по 3, 4, 5 посёлков. Если между этими посёлками расстояние не превышало 5 километров, обычно 1-2, ну, в зоне видимости, то между гнёздами оно достигало до 20-30, а то даже и до 100 километров. В каждом таком посёлке жило несколько десятков семей. Древнерусские поселения знали как укрепление, такие укреплённые поселения назывались городище, так и неукреплённое селище. Вот селища впоследствии трансформировались в подобие деревни. Кстати, археологически селища изучены гораздо слабее, чем городище, по той простой причине, что у них отсутствуют внешние признаки. И часть их заросла лесом, часть превратилась в современные деревни и более крупное поселение сёла. Лучше изучены городища, которые представляют собой небольшие крепостицы, земляные валами, окружённые тыном деревянным. Городища были как постоянным местом проживания, так и местом убежища на случай опасности. Дома были небольшие, деревянные стены, глинобитная или каменная печь, у нас в Беларуси часто каменная, печь каменка, топилась она по-чёрному, крыша, обмазанная глиной, бывает крытая соломой, либо щепой, так называемой дранкой. Порой концы кровли доходили до самой земли. Площадь такой избы была обычно невелика – 10-20 квадратных метров. Очень интересное сведение об отоплении такой вот избы зимой дал арабский путешественник. Так он описал славян. «В их стране холод до того силён, что каждый из них выкапывает себе в земле род погреба, которому пристраивают деревянную остроконечную крышу наподобие христианской церкви. На крышу накладывают землю. В такие погреба переселяются со всем семейством на холодное время года. Взяв дров и камней, разжигают огонь и раскаляют камни на огне до красна. Когда же камни раскаляются до высшей степени, их обливают водой, отчего распространяется пар, нагревающий жильё до того, что снимают даже одежду. В таком жилье остаются они до весны». Ну, трудно сказать, может быть, арабский путешественник перепутал древнерусское жилище с баней, потому что и то, и другое здесь присутствует. А может быть, вполне закономерно, что на холодный период жители деревень переселялись в более тёплые помещения, полуземлянки. Перед нами же полуземлянка. В их стране холод, что каждый из них выкапывает себе в земле рот погреба, к которому пристраивают деревянную остроконечную крышу. То есть жилище, которое большей частью находится в земле. Так теплее, так легче сохранять энергию при отоплении. Несколько посёлков составляли древнерусскую общину, верфь. Прочность общинных институтов была очень велика, вплоть до монгольского завоевания, что даже повышение производительности труда, более высокого уровня жизни, недалеко не сразу привело к имущественному расслоению. Очень часто, когда находят городище, селище, проводят археологические раскопки, становится очевидно, что можно не найти ни одного богатого дома относительно других. Все приблизительно на одном уровне. Внутреннее убранство жилища Древней Руси, деревенского жилища, имело определенные особенности. В избе на переднем углу впоследствии там будут расположены иконы с принятием христианства, большой стол для всей семьи, вдоль стен широкие встроенные лавки, над ними полки для посуды. Посуда была деревянной, миски, ложки, ковши для меда и кваса. Из дерева Древней Русской деревни делали почти что все, и мебель, и ступу, и сани, и колыбель для ребенка. Часто бытовые предметы из дерева расписывали. Вот у богатых людей, власть имущих, бояр, была металлическая посуда, серебряная. Нескоро ели наши предки, нескоро двигались кругом ковши серебряной чаши с кипящим пивом и вином. Они веселье в сердце лили, кипела пена по краям, их важно чашники носили и низко кланялись гостям. Так описал Александр Сергеевич Пушкин в поэме Руслана Людмила картину тесного, неторопливого быта высшего сословия Древней Руси, боярства. И важно чашники носили, и низко кланялись гостям. Конечно, это быт непростой деревни. Особенно почитались у крестьянок прялки, необходимый атрибут домашнего быта. А также у каждой крестьянки был целый набор пряслиц, которые подвешивали к концу нити, таким образом нить вытягивали из мотка шерсти, сучили нить. Прядение ткачества было одним из основных занятий древнерусских женщин. Нужно было наткать ткани, чтобы одеть большую семью. Украсить дом хотя бы полотенцем, рушниками. Следующий вопрос, который мы рассмотрим, это ремесло. В Киевской Руси получило развитие более 60 видов ремесел. Зодчие, плотничье, гончарное, полотняное, кожевенное, кузнечное, оружейное, ювелирное, иконописное. Продукция ремесленников порой расходилась на десятки и сотни километров вокруг города и за рубеж. Вокруг города производственной основой древнерусского ремесла был именно город. Именно здесь ремесло окончательно отделилось от сельского хозяйства и стало функционировать самостоятельно. Изделия отечественных городских ремесленников славились далеко за пределами как наших белорусских земель, так и в целом за землями Древней Руси. Монгольское нашествие нанесло особенно тяжелый урон именно городскому ремеслу. Но почему именно городскому? Потому что пострадали в первую очередь города, а ремесло деревенское, оно продолжало существовать для обслуживания собственных нужд. Это не было рыночное ремесло. И изделия, как правило, широко крестьянских ремесленников не продавались и не имели такого спроса, оставаясь только в рамках одной деревни, где эти ремесленники проживали. Ну, в лучшем случае округи. Физическое истребление вот в плен тысяч ремесленников подорвали саму сердцевину городской экономики. Причем подорвали даже там, где монгольское нашествие и не было. Вот, в частности, редкие ремесла, особенно, что касается и увелирного дела, зернь, скань, чернь, перегородчатая эмаль затухают не только в Киеве, не только в Рязани, не только в Чернигове или, скажем, Владимире, Ярославле. Пропадает это ремесло и на территории Белоруссии, в Полоцке. Говорит это о больших профессиональных связях древнерусских ремесленников. Обрывается связь мастер-подмастерье и ученик. Специальные исследования показали, что в целом ряде ремесел во второй половине 13 века произошло падение и даже полное забвение сложнейшей техники. В лучшем случае ее огрубение и упрощение, а в худшем восстановить эту технику невозможно до сих пор. Зачахло и постепенно выразилось стеклоделие, которое было распространено в Киевской Руси. Но всегда было забыто искусство тончайшей перегородчатой эмали. Исчезла многоцветная керамика. Только приблизительно с середины 14 века в Московском княжестве и в Великом княжестве Литовском начинается новый подъем ремесленного производства. Вы знаете знаменитую реформу Гедемина Великого князя Литовского, который приглашал массово западных ремесленников западных стран селиться в Великом княжестве Литовском, давать им всякие преференции для развития ремесла. Хотел таким образом восполнить ту утрату, падение ремесленного производства, которое наблюдалось в русских землях после монгольского нашествия. Четвертый вопрос. Торговля. Города привлекали людей средневековья и возможностью приобрести на торге необходимую вещь. Считайте, как сейчас. Из поселка, из деревни, из маленького городка приехать в столицу, хотя бы в наш Минск, и походить по магазинам. Купцы, ходившие с далекими караванами, помимо разнообразных товаров, привозили свежие новости, рассказывали о заморских землях и обычаях. Получается, что купец был не только проводник товара, он был еще и путешественник, а по совместительству товар нужно было защищать, он был еще и воином. Можно выделить три основные направления торговых связей, внешних торговых связей, Древней Руси. Это южная, византийская, можно его расширить до вообще средиземногорского, это восточная и западноевропейская. Большую роль в торговле внешней Древней Руси играли торговые пути, проходящие по рекам. Одним из таких торговых пустей будет путь из варяг в греки. Через Неву, западную двину и волхов по его притокам и далее через систему волоков мест, где корабли волочили по деревянным помостам, обычно подкладывая бревна, как катки волочили на себе либо с помощью тягловых животных, достигали бассейна Днепра. По Днепру доходили до Черного моря и далее до Византии. Вот вам путь из варяг в греки. Окончательно этот путь сложился к концу девятого века. Другим торговым путем, одним из древнейших на территории Восточной Европы был Волжский торговый путь или как его называли путь из варяг в арабы, связывавший Русь со странами Востока. Что Русь экспортировала, вывозила? Главными статьями экспорта были меха, кожи, воск, мед, древесина. Среди мехов первое место по количеству занимали, как ни странно, беличьи шкурки. Настолько было много белок. По количеству. Вспоминайте, что меха животных имели функцию денег и самой мелкой монетой была именно шкурка белки в Древней Руси. Более дорогим товаром являлись ценные сорта пушнины. Бобр, выдра, куница, ну и самый дорогой был соболь, конечно же. Видное место принадлежало вывозу воска. Воск накодил широчайшее применение при дворе европейских государей, а также в церковном обиходе. Кроме того, воск это свечи, это освещение, но у богатых людей. Просто людинов это лучина, девяная щепотка, которую жгли. Большую прибыль приносил также вывоз меда, льна из побережья Белого моря, из владений Новгородской республики. Перевозили рыбий зуб, так называемая моржовая кость. На Руси имелись специальные торговые объединения, например, знаменитая новгородская 100, 100 самых богатых купцов новгородской земли. Они торговали с зарубежьем. Западноевропейская торговля расцвела с созданием торгового союза немецких городов, Гонзейского союза. Это уже 13 век. Активно в эту торговлю включилась Русь, контрагенты этих городов, партнеры гонзейских городов, Гамбурга, Любика, Бремена. По торговле были и русские города, такие как Новгород, Псков, Полоцк. Пятый вопрос. Древнерусский город. Города возникают в эпоху становления государственности. И само слово города укрепленное огороженное место. Изначально город противостоял щелу и деревне, хотя само его развитие во многом было обусловлено потребностями сельской округи в ремесленных изделиях и привозных товарах. Город являлся, кроме того, укрепленным поселением ремесленников и торговцев, центром обмена, экономическим сосредоточием большой территории. По подсчетам историков, в 9-10 веке на Руси существовало 25 городов. И за 11 век стремительный рост 89, к концу 12-го около 230, а накануне монголо-татарского нашествия около 300. Среди них особо выделялись столичные центры земель и княжеств. Киев, Чернигов, Полоцк, Новгород, Смоленск, Владимир. Незабываемое впечатление производил на тогдашних людей величественный Киев, в эпоху своего расцвета занимавший огромную площадь, около 350 гектаров. И все же преобладали малые города, укрепленная часть которых Детинец или Кремль обычно составляла всего 2-2,5 гектара. По современным меркам это небольшое колхозное поле. Города возникали по самым разнообразным причинам. Есть ряд теорий происхождения городов. Самое распространенное это то, что населенный пункт, становившийся городом, таковым становился из-за того, что там развивалось торговля и ремесло. И на Руси было немало городов, выросших из торговых ремесленных поселений. Та же самая Ладога, которую часто считают первой столицей русского государства. Гнездово, которое переросло впоследствии в Смоленск. Сейчас уже обратили ученые внимание на другие пути возникновения древнерусских городов. Иногда в город превращалась княжеская приграничная крепость-замок. Иногда центр это своеобразная столица нескольких племен, например Новгород. Реже городами становились мелкие административные центры или даже сел. Какую роль играли города в Древней Руси? Прежде всего они были местом сосредоточения власти. Именно здесь находился князь, его наместник или посадник, допустим, как Туров. городу подчинялась обширная сельская округа, с которой люди князя собирали дань. В городах проживали бояре, хотя не всегда все, и другие знатные люди, имевшие здесь свои усадьбы. Вот в Новгородской земле, например, практически все боярские фамилии, это так называемые 300 золотых поясов, жили исключительно в столице, в Новгороде. Велико было и военное значение городов. Их жители формировали свои ополчения, городовые полки. В хорошо укрепленных городских крепостях находился также постоянно действующий военный гарнизон, состоявший из воинов профессионалов. В центре города выселся собор, главная церковь, все округи. В столице крупных земель, как правило, назначались епископы. Монастыри также первоначально возникали преимущественно в городах или рядом с ними. Наконец, города явились и центрами древнерусской культуры. Во многих из них имелись собственные школы. Городским изобретением следует считать и берестяные грамоты. Бересту использовали тогда для письма вместо бумаги. Хотя по торговым каналам на Русь шел пергамент в качестве пищевого материала. Пергамент на Руси называли харатьей, харатья. Традиция развития городов была приостановлена монгольским нашествием. После того, как на Руси воцарилась ордынская ига, создались крайне неблагоприятные условия для формирования городского строя. Это было связано с рядом причин. Города все более приходили в упадок. Они страдали от нашествия, постоянно подвергались набегам, наездам ханских баскаков, налетом ордынских отрядов. Там было что грабить. Численность городов резко сократилась. Так и не смогла вновь стать столицей княжества разрушенная до основания Старая Рязань. Новая Рязань возникла в 25 километрах от Старой. Посол Папы Римского плана Карпини в 1245 году проезжая через Русь писал «Едва существует в Киеве 200 домов, а людей тех держат татары в самом тяжелом рабстве». Так обезлюдил шумный, огромный и некогда многолюдный Киев. В этих условиях замолкает атрибут городской власти Вече. Вы про него уже знаете. Не во всех городах Киевской Руси оно существовало, но в отдельных имело огромное значение. Тот же самый Новгород, Псков, Полоцк, Витебс, да и все города Полоцкой земли. И вот Вече замолкает, но идет усиление княжеской власти, поддержанной, как правило, ханскими ярлыками, грамотами из золотого сарая. В послемонгольский период в городах угасают традиции Вече, которую можно считать выбранным народным органом, традиции некой средневековой городской демократии, и города все более становятся княжескими центрами. Именно главной фигурой в городе выступает князь, чья воля военно-экономическое могущество и определяет судьбу того или иного центра. Ну вот в 14 веке такими князьями в одном из центров Руси в городе Москве будут московские князья, которые и поведут эту землю вперед в развитие. Второй центр собирания русских земель это Великое княжество Литовское, сперва это будет город главный Новогрудок, а потом Вильня, современный Вильнюс. Здесь власть в руки возьмет династия Гидеминовичей и она поведет государство вперед. Но об этом уже наш другой разговор. Спасибо за внимание. Продолжение следует...